Надо навести порядок. Ну это же позор, когда снизу доверху повязаны этими взятками руководители учреждений и организаций, притом хорошие руководители, которые себя хорошо как специалисты зарекомендовали, не будем называть фамилии, до сих пор ко мне ходят, просят уникальный человек, отпустите, он будет там дневать и ночевать в учреждении здравоохранения, не простите взятки, которые я взял, вернул в двойном размере, но надо простить. Я сижу и думаю, ну а как простить? Как простить? Ведь предупреждал же всех, что коррупция это не для белорусов. Прощения не будет никому. Ну немножко прибурели, как в народе говорят, обнаглели. Поэтому всех надо привести в чувство. И вы тоже это можете сделать. В свое время здравоохранению, министерству я передал все, и оборудование, и лекарства. Пожалуйста, закупайте, устанавливайте, лечите людей. Надо еще раз посмотреть на эту систему. Ну и не забывайте по импортозамещению. Все-таки 500 миллионов долларов, как когда-то мы тратили два года назад на, по-моему, только лекарства, это много для страны. Надо эти деньги оставить у себя. Надо развивать свои направления. Ну там, где уже не можем. Ну ладно, на 100 миллионов мы будем закупать. Нет у нас возможности произвести такие качественные лекарства у себя. Ну закупим. Закупим в Швейцарии, Америке, Германии то, что уже нужно для людей. Ну и вообще должны быть импортные лекарства. А да, они будут дорого. Ну кто-то захочет купить. Дороже покупайте. Но альтернативы отечественные должны быть. И они неплохие. Я в этом убедился сам. Изучал эту проблему. И почему я останавливаюсь при выдвижении на должность министра, руководителя больницы? Это и потому, что вы должны все проблемы, которые вы знаете, вы хорошо их знаете, вынести наверх и их уже. Если нужно, пожалуйста, говорите. Я готов поддержать, помочь. Но надо решить эти проблемы. Мы это можем решить. Вы человек достаточно волевой, даже жесткий, решительный, знающий дело. Я клоню к тому, что сейчас такой период, несмотря на то, что здравоохранение у нас на уровне, во всем мире почитается и упоминается везде. Да и я погружен в эти проблемы. Я вижу, что дела идут неплохо. Но мы как-то застыли на одном месте. Нет динамики. Надо движение вперед. Надо навести порядок. У меня складывается впечатление, что это министерство не совсем эффективно управляется самим министром. Человек он хороший, толковый, очень хороший специалист. Опытный. Опытный очень. Он работал, по-моему, даже зампредом. Заместителю был исполком. Опыта у него предостаточно. Ну, бывает так, что не его эта работа. Хороший врач, вроде бы на вторых ролях хорошо себя зарекомендовал, но тут как-то не сориентировался. Мы найдем ему достойную работу. Поэтому после представления министра надо вам сесть, подумать, с кем вы будете работать. Посмотрите, я думаю, не все там плохие люди в министерстве. Надо их просто организовать, наметить себе определенный план после изучения, глубже изучения всей республики и действуйте.